Дорогие учащиеся! Пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел. Приготовьте рабочее место и письменные принадлежности. Отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Здравствуйте! Сегодня мы разберем с вами урок окружающего мира в третьем классе. С вами учитель начальных классов школы номер 3 города Гайя Данько Оксана Александровна. В прошлый раз мы с вами путешествовали по Золотому кольцу России. Узнали, что в нашей стране есть очень много замечательных красивых мест. Сегодня мы отправимся в заочное путешествие по нашим странам-соседям. Тема нашего урока – наши ближайшие соседи. Россия – самая большая страна в мире. Она занимает более 17 миллионов квадратных километров. Протяженность российской границы составляет 60 932 километра. Наша страна из-за своих больших размеров имеет очень много стран-соседей. Поэтому хорошенько приготовьтесь, мы начинаем наше путешествие. Для начала давайте обратимся к карте и посмотрим, в каких странах мира нам сегодня придется побывать. Возьмите учебник окружающего мира, вторую часть для третьего класса, автор Андрей Анатольевич Клешаков. Откройте страницу 102 и найдите карту. Начнем наше заочное путешествие с северо-западной границы России и, постепенно передвигаясь по ней, будем перечислять страны-соседи нашей страны. Сначала мы побываем в Норвегии, затем в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Белоруссии, Украине, Абхазии, Грузии, Южной Осетии, Азербайджане. Побываем в Казахстане, Монголии, Китае. Самая маленькая граница России – Северной Кореи или Корейской Народно-Демократической Республики, сокращенно КНДР. Наша страна имеет не только сухопутные границы, как все вышеперечисленные страны мира, но еще и морские границы с такими странами, как Япония и США. С маршрутом мы определились, теперь отправимся в наше заочное путешествие. Самая северная страна, имеющая сухопутную границу с Россией, является Норвегия. Столица Норвегии – город Осло. Граница с Норвегией очень короткая – 196 километров. Южнее Норвегии располагается Финляндия. Столица Норвегия – город Хельсинки. Она имеет гораздо потяженную границу с Россией. Итак, на севере-западе с Россией граничат две страны – Норвегия и Финляндия. Двигаемся дальше. Эстония – страна, расположенная на побережье Балтийского моря. Она граничит с Россией на западе. Столица Эстонии – город Таллин. Гуляя по его улицам, можно заметить, что здесь много мест, связанных с историческим прошлым этой страны. Самая красивая часть города – старый город. Сейчас мы отправляемся в следующую страну соседки России – Латвия. Латвия, как и Эстония, омывается Балтийским морем. Столица Латвии – город Рига. В этом городе, как и во всей Латвии, много интересных мест. Вот, например, Рижский замок, который сейчас является резиденцией президента Эстонии. Настала пора отправиться в следующую страну, которая граничит только с одной областью России – Калининградской. Это Литва. Литва также имеет выход к Балтийскому морю. Столица этой страны – город Вильнюс. Посмотрите на самое высокое здание этого города – Вильнюсская Телебашня. Калининградская область России граничит еще с одной страной – Польшей. Столица Польши – город Варшава. Одним из самых красивейших мест этого города является Дворцовая площадь. Продвигаемся дальше вдоль границы нашей страны. Следующая страна, которую мы с вами посетим – это Беларусь. Столица Беларусь – город Минск. Одна из достопримечательностей этого города – большая национальная библиотека, в которой хранится огромное число книг. Посмотрите, она похожа на огромный алмаз. Следующей страной нашего пребывания будет Украина. Столица Украины – город Киев. В этом городе много памятников, церквей, соборов, монастырей. Одним из самых главных является Киево-Печерская лавра. К югу от России между Черным и Каспийскими морями располагается страна-соседка России – Абхазия. Столица Абхазии – город Сухум. Здесь расположен Сухумский ботанический сад. Представляете, в этом саду растет липа, которой около 250 лет. Держим путь дальше по побережью Черного моря. Следующая страна – это Грузия. Столица этой страны – город Белиси. Здесь очень красиво. Вот, например, крепость Нарекала, которая расположена в старой части города. Далее нам нужно отправиться в Южную Осетию. Главным городом Южной Осетии, ее столица, является город Схенвал. В этой стране очень красивая природа. Следующей страной, которую мы посетим, будет Азербайджан. Эта страна омывается водами Каспийского моря. Ее столица – город Баку. Самое высокое здание во всем Азербайджане – это пламенные башни. Они очень похожи на языки пламени. Обогнув Каспийское море, мы попадаем в Казахстан – то большое государство, которое имеет с нашей страной самую протяженную границу. Столица Казахстана – город Нур-Султан, ранее город Астана. Одной из достопримечательностей этого города является дворец мира и согласия, который построен в виде пирамиды. Покинув Казахстан, мы отправляемся в Монголию. Столицей Монголии является город Улан-Батор. Недалеко от него расположен самый крупный памятник великому полководцу этой страны – Чингисхану. Продолжая наше путешествие, мы попадаем в одно из крупнейших государств – Китай. Здесь проживает самая большая часть людей на земле. Столица Китая – город Пекин. Это самый загадочный город Востока. В нем расположен самый большой дворцовый комплекс в мире – запретный город. А еще Китай знаменит Великой Китайской стеной. Будут прогуляться по ней. Держим путь дальше. С этой страной Россия имеет самую маленькую границу – всего 19 километров. Это Северная Корея или Корейская Народно-демократическая Республика, сокращенно КНДР. Столицей Северной Кореи является город Кеньян. Одной из достопримечательностей в Хеньяне является Креумфальная Арка. Очень интересное сооружение. Недалеко от побережья России располагаются наши морские соседи. Две страны, которые имеют с Россией только морскую границу. Одна из них – Япония. Столица Японии – город Токио. Этот город поражает своими зданиями. Это императорский дворец, резиденция императора Японии. Далее мы отправляемся в последнюю страну соседки России, расположенную на северо-востоке. Это США. Невероятно, правда? Ведь США расположены на другом материке. Но если мы с вами внимательно посмотрим на карту, то увидим, что в северной части США расположен штат Аляска, который отделен от нашей страны небольшим Беринговым прогулом. Это было замечательное путешествие. Мы с вами побывали в странах, которые граничат с Россией. Давайте еще раз посмотрим на карту и повторим их. Итак, Россия имеет сухопутную границу со странами Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвой, Польши, Белоруссии, Украины, Абхазии, Грузии, Южной Осетии, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем, Северной Кореей, а также морские границы Россия имеет с Японией и США. Дома еще раз внимательно рассмотрите карту в учебнике и прочитайте информацию на страницах 100-105 про наших ближайших стран-соседей. Попробуйте вспомнить столицы каждого государства и запомнить предложенную таблицу. Желаю вам успехов! Урок кончен. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!